Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать, как играть за белых и за черных в дебюте тычок, которые любят играть как профессионалы, так и начинающие шашисты. Дебют тычок возникает после ходов CD4, FG5 и DC5. Допустим, побили, 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 побили. Вот эта шашка называется тычок. В честь нее и назван данный дебют. У черных, видите, есть три нападения, допустим, с поля D6 или B6. И, соответственно, у белых есть три защиты. Если число нападений на шашку равняется количеству защит, то считается, что шашка хорошо защищена. И, друзья, запомните, как правило, тычок, если он хорошо защищен, он ведет к инициативе той стороны, кто ее поставил. В данном случае белых. В этой позиции у черных есть ходы CB6, CD6, ED6, EF6 и GH4. Все это дебют тычок. Если черные жертвуют шашку и нападают сразу же на две, допустим, таким образом или таким образом, это уже дебют гамбит Кукуева. Если черная игра от GF6, тогда играем в GH4 и возникает дебют обратная игра Бадянского. Мы сегодня смотрим только тычок. Давайте разберем первый ход, CD6. Этот ход на самом деле плохой. Почему? То есть мы знаем, что в соответствии с основными принципами игры надо играть своим сильным левым флангом, а черные в данном случае играют правым флангом. И белые здесь получают большое преимущество. Ну, допустим, продолжим атаку черными. Белые просто защищают свой тычок. И вот здесь уже черным, видимо, надо меняться ED6 и как-то пытаться уравнять позицию. А неосторожный ход DC7 с идеей напасть еще раз уже приводит к комбинации белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти несложный удар за белых. Белые играют CD6. Ну, и в какую бы сторону черные не побили, белые попадают неизбежно в дамки. И легко побеждают. Выяснили. Ход CD6 слабый. Отмечу его красным. Также плохо в этой позиции меняться. ED6. Так вот тоже любят играть начинающие шашисты и любители. Это на самом деле план ленинградского мастера Петра Святого. Здесь белые могут получить огромное преимущество. Рассмотрим этот план на примере партии будущего гроссмейстера из Молдавии Иона Доский и сильного мастера Марка Соколовского. Партия 1978 года. BC3. AB6. AB2. GF6. Обе стороны подтягивают свои отсталые шашки. И вот здесь после хода GF6 хочется связать левый фланг черный. Ну, черным пора выходить в центр, иначе белые грозили сыграть Fxe3 и у черных были бы проблемы со связкой. Белые играют B3 и ставят угрозу Dxe3. То есть, допустим, на неосторожный ход HG7 уже следует удар Dxe3. Отдали две шашки, забрали три. И вот здесь уже, видите, у белых сейчас после хода CD2 будет три нападения, а у черных только одна защита. Поэтому шашка F4, в данном случае она называется колл, так как есть шашка на поле H4 белых. Колл здесь гибнет. Ну, например, CD6 напали разок. Затем подтягиваем еще раз шашку для нападения и отъедаем колл черных и постепенно побеждаем за счет лишней шашки. Поэтому в данном положении черные вместо хода HG7 сыграли Dxe5. Белые играют CB4, очень сильный ход и видно, что у черных здесь центр рыхлый. То есть, у них застряла шашка H8 отсталая, плюс у них отсутствует шашка на F8, очень важная. И также очень слабая шашка на H6. То есть, если стоит колл, вот это колл, то шашка H6, она слабая. Ну и здесь белые очень красиво победили. Черные сыграли HG7, развивая отсталую шашку. И белые проводят наш любимый размен, тройной одеколон, 3 на 3. Затем игра Dxe3, и вот здесь уже невооруженным глазом видно, что шашка HG7, она отсталая. И она конкретно застряла, черные ее не могут ввести в игру. Далее, белые разыграли партию, как по нотам. СД6, АБ4, не даем хода, ДЦ5. БЦ7, ЕД2 подтягиваем царскую шашку. И на ход СБ6 играем ДЦ3. Черные напали, лучшего не видно. И белые здесь красиво пожертвовали шашку. И связали 5 шашек черных. У черных единственный ход. Приходится возвращать лишнюю шашку. Тогда белые вторично жертвуют шашку. И снова связывают черных. Приходится жертвовать шашку. Как-то еще сопротивляться. Но белые здесь проходят дамки. И здесь технично выигрывают. На единственный ход ДЦ3 нападаем. Приходится жертвовать шашку. Но здесь мы щедро отдаем свою дамку. И выигрываем. Вот такая красивая партия. Выяснили. Размен ЕД6 слабенький. Значит в этой позиции обычно за черных играет либо ЦБ6, либо ЕФ6, либо ЖХ4. Давайте рассмотрим ход ЖХ4. Он самый такой частый гость в этом дебюте. Белым лучше всего развивать свой сильный левый фланг. ВЦ3. Теперь у черных есть два хода. ЖФ6 и ЦБ6. После хода ЖФ6. Здесь у белых может возникнуть позиция с преимуществом. Развиваем отсталую шашку. Ну и на ход ФЖ5. Уже меняемся. ЖФ4. Это сильнейшее продолжение. Черная игра от АЖ7. Он подтягивает отсталую шашку. И вот здесь видно, что если разделить доску пополам, на левом фланге у белых 6 шашек, а на правом 3. Поэтому белым лучше всего подтянуть царскую шашку. Это резерв. Мы ее подтягиваем на поле Ф2 и хотим вывести свою отсталую шашку. Аж 2. То есть затем, видите, выводим отсталую шашку и затем фиксируем вот эти слабые бортовые шашки. Аж 4 и Аж 6 черных. И получаем преимущество. Далее в партии возможно ЖФ6, АЖ3. И у черных три ответа. ЦБ6, ЕД6 и ФЖ5. Если черные меняются ЕД6, тогда белые играют ДЕ3. И вот здесь видно, что вот эти шашки слабые бортовые. Белые здесь занимают центр и, конечно, преимущество их бесспорно. Черным надо думать только о ничьей. После хода ЦБ6, давайте рассмотрим ее на примере моей партии. Я играл белыми против кандидата в мастера из подмосковного города Кашира Павла Попова. Здесь белые могут получить преимущество. Допустим, ДЕ5 разменялись. Черные играют БЦ5. Я сыграл БА3. Черные подтягивают отсталую шашку. И я вывожу свою отсталую. На Ф4 в центр. Далее. ЕД6. ЦД4. Белые оккупируют центр. Но вот здесь видно, что царской шашки нет. Поэтому у черных есть какая-то контр-игра. Черные сыграли БА7. И я сыграл ДЦ3. Здесь в партии Паша разменялся вперед БА5 и побил вперед. И здесь мне удалось получить преимущество. Я напал. Черным приходится меняться назад. Далее я занимаю центр. ЦД4. Черным лучше всего разменяться. ДЦ5 так и было в партии. Ну и все сводится к известной позиции. ЦБ2. ЕД6. БЦ3. ДЕ7. ФЕ3. ЕФ6. Вот здесь лучше сыграть ЕД4. Потому что после напрашивающегося хода. ЦД4 у черных есть простая ничья. Они проводят удар. Отдают одну шашку. Затем еще три. Забирают две. Ну и здесь видно, что черные сейчас поставят дамку на поле Ц1 или Е1. Без разницы. Затем займут большую дорогу. И это ничья. Поэтому в партии я сыграл ЕД4. Здесь уже видно, что у черных два хода. ДЦ5. Либо ФЖ5. ФЖ5 проигрывает. Играем ДЕ5. Приходится играть ХЖ3. Нападаем. Надо играть ЖЖ2. Ну и здесь у белых техничный выигрыш. Жертвуем шашку. Нападаем. Приходится ее жертвовать обратно. Ну и на ход ХЖ5. Играем АБ8. Точный ход. И черным некуда ходить. То есть если они меняются. Тогда позиция видите 2 на 2 в нашу пользу. Мы побеждаем. Если же черные уходят на бортик. Тогда просто меняемся. Ну и здесь легко побеждаем. Ну это не сложные варианты. Паша их просчитал в партии. Поэтому здесь он точно меняется назад. Я играл СД4. И вот здесь в партии Паша ошибся. Он сыграл СД6. И у меня был красивый этюдный выигрыш. Я также ошибся в партии. Сыграл ЖФ2. И после жертвы ХЖ5 и ДЕ5 мы заключили ничью. Но у белых в этой позиции был красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться его найти. Идея шестикратного чемпиона СССР красмейстера Зиновия Цирика. Белая игра ДЦ5. Теперь черным надо нападать. Лучший ход. Подходим. Черная игра от ХЖ3. И вот здесь надо сделать точный ход СД6. То есть мы хотим просто пройти в дамки и выиграть. Поэтому черные максимально сопротивляются. Игра от ЖФ4 не дает сдвинуть эту жажку. Тогда мы сами связываем черный ходом ЖЖ2. И на единственный ход ХЖ5 красиво выигрываем. Ну тут без разницы можно сыграть ДЦ7, ДЕ7. Ну и здесь выигрыш. Вот такая красивая идея. Я же в партии, напомню еще раз, не нашел эту идею. И в итоге партия закончилась ничью. Обидно. А правильно в этой позиции вместо хода СД6 черным надо было нападать. Тогда отходим. И играть ХЖ3. Тогда белый играет ДЦ5. И на нападение ЖФ4 пытаются прорваться в дамки. Вот здесь у черных все-таки есть единственная, но симпатичная ничья. Они возвращают. Вернее, жертвуют шашку. Отбрасывают белых. И пытаются сами пройти в дамки. В ответ на нападение жертвуют вторую шашку. Это единственный ход. И затем занимают большую дорогу. Это ничья. Такая техничная идея. Разобрали ход СБ6 и ЕД6. Если черные в этой позиции играют ФЖ5, тогда белые также могут получить преимущество. Смотрите, тут есть два хороших плана игры. Меняемся ЖФ4. Ну и после хода ЕФ6 играем СД2. Ну на ФЕ3 последует удар СЖ3 и СД6. Поэтому так играть не хочется. Играем СД2. И вот тут у черных два хода. ФЕ7 либо СБ6. Если черные играют ФЕ7, тогда рассмотрим партию Маркович-Миротин 1938 года. Очень красивая партия. Белые играют ФЕ3. Черные играют ФЖ5. ЖФ2. СБ6. Белые играют СБ4 и грозят на пальцы. БА5. У черных единственный ход. БА5. Все остальное проигрывает. Можете убедиться в этом сами. Тогда играем ДЦ3. Ну и снова на единственный ход БЦ7 играем БА3. Построили пирамидку и грозим сыграть СБ6. Поэтому у черных снова единственный ход СД6. И белые играют ДЕ5. Кажется, что поражение черных неизбежно. Кстати, в этой партии был интересный момент. Белые предложили черным сдаться. Но мастер Борис Миротин, который славился своим комбинационным зрением, резко ответил нет. И сыграл СЖ3. И выясняется, что выигрыша у белых нет. Сюда бить проигрывает. Поэтому приходится бить на С7. Черные бьют на Е1. И белым надо ставить дампу. Остальное проигрывает. Теперь у черных единственный ход ЕФ6. Все остальное плохо. И вот здесь у белых два хода. Либо сыграть шашкой на поле Д6. Либо сыграть дампой. Если сыграть шашкой, это правильный ход. Тогда черные играют ЖХ4. И белые пытаются провести вторую шашку в дампе. Здесь черных спасает присоска. СЖ3. Ну иначе белые бы провели вторую дампу. Дамка черных ограничена. У белых будет выигрыш. А вот за счет присоски тут ничья. Ну допустим, побили. Сыграли АБ6. Побили. Побили. И вот здесь спасает белых удар. СД4. Бой. Бой. И партия заканчивается в ничью. Вот такой интересный шлиф. Обратите внимание, что в этой позиции вместо хода СД6 плохо играть дампой на Д6. Теперь у черных большое преимущество. Они играют дампой на Д4. Ну и ход дампой на Ф8 уже окончательно проигрывает. Играем ФЕ5 неожиданно. И же Ф4. Создается картинная позиция. Белым некуда ходить. Здесь черные постепенно побеждают. Если же в этой позиции вместо хода дампой на Ф8 сыграть на Б8, здесь черные также побеждают. Но здесь выигрыш более сложный. Снова проводим вот этот удар. Красивый. Но белые сопротивляются. ДЕ7. Бьем на Ф6. Единственный ход. Ну вот здесь надо было как-то видимо дамкой что ли нападать на шашку. С3. Еще... Ну возможно была бы ничья. А вот ход СД6 он напрашивается, но он проигрывает. Черные бьют шашку. И белые пытаются провести вторую дампу. Но у них это не получается. Играем АЖ5. И в ответ на постановку второй дампу ее ловим. Белые сопротивляются. Видите, наша дампа ограничена, поэтому есть шансы на ничью. Но при точной игре здесь черные побеждают. Играем АБ6. Ну допустим, белые обрезают нас по тройнику. Б5. Стоит уже угроза поймать дамку белых в петлю. Поэтому приходится играть на Ф4. Здесь жертвуем одну шашку. И идем в дамки. Ну и здесь это окончание выигранное. Покажу наиболее интересные варианты за черных. Допустим, белые просто бегают по двойнику. Проводим вторую дампу. Затем строим трамплин. Видите, белые не могут занимать серединные поля. Из-за удара. Поэтому белые должны бегать по полям Б8 и Х2. Тогда переводим дамку с большой дороги на двойник. Видите, шашку жертвовать тоже нельзя. Потому что будет треугольник Петрова на нападение. Просто закроемся и выиграем. Снова приходится бегать по полям Б8 и Х2. Ну и здесь дамка белых быстро зажимается и черные побеждают. Такой, в принципе, несложный, но техничный выигрыш. Возвращаемся. Вот к этой позиции. СД2. Мы рассмотрели ход ФЕ7. Давайте теперь рассмотрим ход СБ6. Вот здесь возможен также красивый выигрыш за белых. Как, например, было в партии двух будущих гроссмейстеров, двух будущих чемпионов СССР. Зиновия Цирика и Вениамина Городецкого. Партия 1946 года. ФЕ3. БЦ7. ЖФ2. ФЖ5. Белые вываливаются с центра. ФЕ5. И в ответ на ход ФЕ7 лучше всего разменяться. ФЖ3. Белые поставили угрозу ЕД6. И выиграют шашку. Поэтому приходится меняться ФЕ7. Лучшего не видно. И белые играют ЖФ2. Вот здесь черные ошиблись. Они сделали напрашивающийся ход. ФЕ7. А он уже красиво проигрывает. Белые играют ФЖ3. И выясняется, что черным некуда ходить. Если сыграть БЕ5, тогда белые просто занимают центр. ДЦ5. И за счет кола побеждают. Поэтому черные в партии сыграли ЕД6. Не давая занять коловое поле. И здесь белые технично выиграли. ДЕ3. Грозит нападение ЖФ4. Поэтому приходится играть ЖФ4. Тогда меняемся. И кажется, что здесь черные даже выигрывают. По крайней мере шансы на выигрыш. БЕ5, БЦ3 и ЦБ6. Ну и видно, что белые неминуемо теряют шашку. Но белые все это предусмотрели. И красмейстер Зиновий Цирик здесь красиво жертвует шашку. И делает тихий ход. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, побеждают здесь белые. У черных побеждают здесь белые. То есть далее возможно ЦБ6, ТЕ7. Просто идем в дамки. Нападаем. Приходится жертвовать шашку. Ну и здесь снова отдаем дамку. И выигрываем. Вот такая красивая партия. Теперь рассмотрим другие варианты. Снова дебют тычок. Как еще могли сыграть черные в этой позиции. Теперь рассмотрим варианты, в которых преимущество у черных может быть. Если в этой позиции сыграть ЦБ6, белым лучше всего закрываться до Е3. И вот здесь есть шлиф за черных. Смотрите. Я однажды так проиграл на первенстве России среди юношей перспективному шашисту. По-моему он был даже чемпионом первенства России среди юношей Саши Симонкову из Нижнего Новгорода. Черные играют Е6. То есть грозят выиграть шашку. Но если сыграть GH4, черные занимают центр и начнут шашку Ц5 окружать. Меняться также не хочется, потому что будет размен Fe5. И снова шашка Ц5 будет под угрозой окружения. Поэтому я в этой позиции сыграл Fe3. Черные играют ДЦ7. Я играю ЕД4. Пока ничего страшного. И вот здесь на нападение GH4. Вот здесь видимо надо было просто играть CD2. И меняться в центр. С хорошей позицией центральной. Я же здесь неосторожно сыграл GF4. Но как оказалось позже, так очень много людей играло до меня. И после меня еще будут играть. И вот здесь у черных есть выигрыш. Они нападают на шашку. Приходится отходить. И вот здесь следует красивая присоска. АБ6. Какую бы сторону белые не били, черные вот таким разменом, видите, получили изолированную шашку у белых. И это выигрыш. Ну допустим, CD2 Fe7. EF2 нападаем. Выигрываем шашку. Ну и на ход FG3 черные, видите, тут прорываются в дамки. Белым остается только сдаться. Примерно так и закончилась моя партия. Так, первый шлиф за черных. Теперь какие еще тут шлифы есть за черных. Давайте рассмотрим мою партию с перспективным молодым шашистом из Белоруссии Маратом Львом. Значит, в этой позиции Марат сыграл EF6 и грозит выиграть шашку. Я здесь обычно играю DE3. Ну, можно играть и FE3, но мне больше нравится ход DE3. Если черные сыграют DE7 с идеей разменяться назад, тогда я уже получу более перспективную позицию. То есть, я играю Bc3, допустим. Ну, как тут играть? Допустим, AB6, AB2, Gf6 связываю. Надо меняться. Ну, и здесь у белых, конечно, преимущество. То есть, они занимают центр, а у черных отсталая шашка H8. Поэтому позиция белых более перспективная. Но в этой позиции Марат интересно сыграл Gf4. В чем идея? В Bc3 нельзя играть из-за несложного удара. Отдали 2, забрали 3. Этот удар часто встречается в игре, поэтому запомните его. Ну, я, естественно, увидел этот ход. Вот здесь надо было белым играть просто Gf4. Я же сыграл ED4. Вот это уже не точность. Значит, черные играют Hg5. Точный ход. То есть, они хотят разменяться назад и за счет переразвития белых получить более перспективные позиции. То есть, у белых, видите, отсталые шашки 1 и H2. И здесь у них будут проблемы. Я продолжаю делать ошибки. Надо было просто играть Bc3 и терпеть. Я же решил сыграть резко и разменялся Fe3. Марат играет тонко. Нападает. Здесь уже у белых неприятности. Видимо, надо меняться Ef4. Черные играют CB6. Ну и здесь неизбежно на любой ход. Допустим, я сыграл Bc3. Черные играют Gs6. И стоит угроза комбинации. Черные грозят прорваться на преддамочное поле и победить. Вот здесь еще спасал ход Fe5. Ну и допустим, после разменов. Здесь у белых, конечно, неприятная позиция за счет переразвития. Но все-таки защититься можно. Вполне. Я же в партии ошибся. Я сыграл CD2. То есть, я видел, что черные прорываются на преддамочное поле. Но надеялся на ничью. То есть, за счет жертвы шашки видно, что я где-то тут рано или поздно где-то смогу прорваться. Но здесь компьютер показывает легкий выигрыш. В партии Марат Лев выиграл, но он ошибся. А вот этот вариант точный показывал компьютер. AB6, CD4, B7. Ну и на ход HG3. Ну, отходить плохо. Там черные просто зажмут белый. Черным проще всего разменяться. Ну и тут возникает выигрышное окончание у черных. Допустим, GF4, CD4. Напали, отошли. Идем, идем. Ну и здесь видно, что белым надо жертвовать шашку в эту сторону. Это чуть ли не единственный вариант. Ну и на ход DC7. Черные успевают провести две шашки в дамке и постепенно побеждают. Например, сюда напали, отошли. Напали, отошли. Ну и на этот ход просто ставим дамку. Проводим вторую шашку в дамке и постепенно побеждаем. В партии немножко по-другому было. Но вот это сильнейший вариант. Как раз вот за черных показываю шлиф. Шлиф от сильного шашиста из Белоруссии Марата Льва. Давайте еще рассмотрим, какие здесь в этой позиции возможны шлифы за черных. Вот в этой позиции неплохо напасть. ЦБ6. Белые меняются. И... Так, это мы уже смотрели. Стоп. Вот в этой позиции. ЖХ4. БЦ3. Неплохо напасть. ЦБ6. Белые закрываются. И давайте рассмотрим партию ценов Ширяев 2022 года. Черная игра от HG5. И белые решили разменяться. Черная игра от GH6. Белые развивают отсталую шашку. Черная игра от DC7. Стоит угроза. Комбинация и шлагбаум. Белые здесь играют FE5. Чуть ли не единственный ход. Так как на ход BC3 уже грозит BA5. И будет два нападения. А у белых будет только одна защита. Поэтому в партии Сеня сыграл FE5. И вот здесь черные получили преимущество. BA5. FG3. Белые как-то еще держатся. Черные выжидают. HG7. Белые играют GF2. Черные меняются. И выигрывают шашку. Белым надо ее отыгрывать. Черные возвращают шашку. Ну, позиция на самом деле ничейная. Но вот здесь надо за белых играть аккуратно. ED6. BC3. GF6. FE3. AB6. Обе стороны подтягивают силы ближе к центру. Ну, вот здесь видно, что у белых застряла шашка H2. А у черных слабостей нет. Прошу прощения. Немножко по-другому была партия. Да. BC5. CD2. Вот так была партия. Значит, FE7. HG3. И черные играют FE5. Вот это уже позиция с большим преимуществом у черных. Компьютер здесь показывает какие-то ничьи, но они очень сложные. На самом деле, вот в этой позиции у белых была более простая ничья. Надо было напасть. Вместо хода HG3 надо было напасть. И после размена здесь была форсированная ничья. А позиция в пользу черных, но белые жертвуют шашку и за счет центра прорываются в дамки. Это ничья. Партии же белые ошиблись. Они сыграли вместо нападения CD4 HG3. А вот здесь уже черные получают большое преимущество. FE5 приходится меняться назад. И DE5 точный ход. Видимо, этого хода Сеня и не увидел. И на ход FG3 играем HG5. То есть на GH4 уже Е6 и белым остается сдаться. Далее в партии белые пожертвовали шашку, напали. Черные закрылись. Ну и видно, что грозит AB4 или AB2. А на ход DC5 грозит GH4. Поэтому белые прекратили сопротивление. Как видите, ни в одном из вариантов за черных нет большого преимущества. Тем не менее, при точной игре, если белые ошибутся, черные будут играть точно, черные могут перехватить инициативу. Так, какие еще возможны варианты в этой позиции? Возможен еще такой план игры интересный. Так, GF6, AB2, FG5. Если белые... Мы рассмотрели ход GF4, но если белые играют CB4, здесь, возможно, интересная ловушка за черных. Например, как было в партии Нарский и Данилин 1935 года. Черные играют HG7, развивают отсталую шашку. Белые играют BC3, развивают левый фланг. И вот здесь черные нападают. Точный ход, CB6. Приходится закрываться. Ну, естественно, BA5 нельзя из-за несложной комбинации. DE3, EF4 и белые побеждают. Это понятно. Поэтому черные здесь делают точный ход, DC7. Ход кажется опасным, ведь белые могут связать правый фланг черных. Но черные все рассчитали. Они делают еще один кривой, на первый взгляд, ход EF6. И получают преимущество. В чем идея? Если меняться за белых DE5, тогда черные захватывают центр. У белых, видите, две бортовые шашки, плюс отсталая шашка H2. Ну, вот, возможно, здесь еще есть ничья, но, конечно, преимущество у черных. Это видно. Поэтому DE5 меняться нельзя. Не хочется. Белые, поэтому в партии сыграли DC3. Черные играют FE7. И на ход CB4 меняются назад. Возвращают царя на престол и грозит ход BC5. Поэтому белым снова приходится связывать черных BC5. Черные играют GF6. И вот здесь уже необходимо было меняться до E5. Ну и как бы черные не побили, здесь возникают ничейные позиции. Примерно равные. В партии же белые ошиблись. Они думали, что у них преимущество. Все-таки черные делали такие кривые ходы. И они в этой позиции разменялись. FE3. А вот этот ход уже проигрывает. Черные нападают. И у белых два хода. Ну, на ход EF4 следует простой удар. E5. И как бы белые не побили, они проигрывают. Если побить сюда, тогда позиция белых разваливается, как карточный домик. Если же побить сюда, тогда белым приходится жертвовать еще одну шашку. Ну и здесь черные за счет двух лишних шашек легко побеждают. Сейчас проведут вторую дамку, а у белых будет только одна. Эта позиция выиграна за черных. Поэтому в партии вместо размена EF4 белые закрылись GF2. И черные очень красиво выиграли. FE5. Жертвуют шашку и нападают. То есть, какой план черных? Они хотят отыграть эту шашку и затем выиграть уже шашку у белых. Поэтому белым приходится отходить. А когда белые отходят, черные проводят ударчик. GF4, CB6. И красиво выигрывают. Именно так и закончилась партия. Друзья, на сегодня все. Я провел большую работу. Оцените мой титанический труд. Показал вам лучшие планы игры в тычке. И за белых, и за черных. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество. Лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok.